Хочется рассказать о некоторых вещах, которые малоизвестны в широкой общественности Но начнем, наверное, с того, чем занят наш президент Потому что эти события совсем недавно происходили И многие об этом помнят, и помнят довольно хорошо Это противостояние его команды группе так называемых либералов Вот эти вот люди, там во главе с Навальным, Немцовым и компанией Будем так говорить, не будем их там все называть, там их много Откуда они взялись у нас? Какую идеологию они проповедуют? Что они хотят? Вот эти вот вещи, это очень серьезные вещи Надо, в конце концов, понять Нужно разобраться с корнями Когда мы поймем корни всего либероидного движения Или либерального движения Тогда будет нам ясно, куда нас ведут И будет понятно, какую войну ведет наш сейчас современный президент И почему он фактически в одиночестве Очень многие не понимают того, что происходит И какую роль он играет в стране Значит, вот на чем надо тут остановиться Я уже много раз сказал Я думаю, понятно, что какая-то сила на Земле присутствует Которая не заинтересована в том Чтобы современное человечество знало хоть что-то о погибшей древней цивилизации Что это за сила? Откуда она взялась? Как ни странно, эта сила напрямую связана с современным либеральным мировым движением Это занимались уничтожением мифологии Занимались уничтожением тысяч и тысяч книг Которые описывали древнюю цивилизацию Именно древние либералы Либералы Это мощное либеральное движение древних Именно либеральное Вопрос, зачем это надо было? Кто это запустил? И вот в настоящее время эти же самые силы разрушают фактически нашу цивилизацию Фактически вот, в частности, это Россия Вот сейчас Россия подбежна этому удару А если от Европы, она уже сломалась Она уже пала на колени Всё, там от Европы уже ничего не остаётся Вот сейчас к этому мы придём Зачем, собственно, нужно было уничтожать наследие предков? Ну, тут ответ очень простой Он напрашивается сам по себе Чтобы современная цивилизация не предполагала и не знала ничего О той цивилизации, которая ей предшествовала В индийских древних текстах, преданиях упоминается 24 цивилизации, которые на Земле были и погибли В нашем вот это 25-е Значит, речь идёт о 24-й цивилизации, которая погибла 12 тысяч лет во время гигантского всемирного потопа Теперь вопрос А зачем нужно, чтобы современная цивилизация Люди, вот обыватель современный, не знал о погибшей в высокоразвитой цивилизации планеты? Вот этот вопрос самый, пожалуй, сложный И в то же время очень простой Чтобы мы считали себя не звёздной цивилизацией Не наследниками великого народа, который когда-то здесь жил на Земле в течение многих-многих тысяч лет и даже миллионов лет Чтобы мы считали себя, так сказать, производным от обезьянеподобного предка Который якобы появился на Земле около 3 миллионов лет назад От обезьяны, которую назвали палеонтологи проплиолипитеком Которая была маленького роста около метра Но уже вставала на задние лапы И вот от неё стали распространяться по Земле первые архантропы Нечто похожее на человека и на обезьяну Считается, официальная наука вот сейчас считает, что родиной человечества является Африка Потому что в Африке найдены самые древние человекообразные обезьяны Тот же проплиолипитек И найдены австалопитековые южные обезьяны Это не совсем человек, но не совсем ещё и обезьяна Кстати, Олдувейское ущелье Тут можно упомянуть находки отца сыном Это Роберта Лики, Луиса Лики И вот именно по асталопитекам Якобы вот мы являемся производным в течение эволюционного длительного процесса От австрабелы асталопитеки Потом идут пятиконтроповые Первого пятиконтропа врач Дебуа Голланис нашёл на острове Ява Потом были найдены люди в Китае Так называемый китайский человек Недалеко от Пекина в пещере Это синантропы были найдены Даже австралопитека нашли в Индии Рамопитеком назвали Вот якобы это наши предки И чтобы мы считали себя Что мы, так сказать, полуживотные, полулюди Никакого отношения мы не имеем к космосу Никакого отношения мы не имеем к высокоразвитой древней цивилизации А о ней, чтобы мы вообще не знали Как будто бы её и нет Хотя по всей планете разбросаны тысячи и тысячи артефактов Которые указывают на то, что на Земле цивилизации Одна за другой На Земле эти цивилизации высокоразвитые сменяли И мы как раз сейчас пришли к этому Вот К такому же уровню Что наша цивилизация тоже развивается И она идёт семимильными шагами И вполне возможно, что она может погибнуть И вот этот вопрос очень серьёзный Кто же её могильщик этой цивилизации? Как ни странно, ответ известен И очевидно, он известен не только нам здесь сидящим Но и в Кремле И только в Кремле Наверное, и в Белом доме И в лондонском Биг Бене Потому что ответ он сам по себе напрашивается Могильщики Могильщики, да? Это определённая группа Это идеология Это огромная сила Которая сейчас воздействует на сознание масс На планете О ней сказал наш великий писатель Достоевский Как он сказал? Сейчас надо вспомнить дословно Что не проклятые коммунисты Будут Уничтожить Россию И не демократы А вот Это сделают Либералы И Достоевский Будучи гением И обладающим мощной интуицией Он был прав Тут вопрос только не в России Тут речь не о России Он говорил о России А вообще гибель Гибель всей цивилизации Эти вот Люди Вернее носители этой идеи Они фактически замахнулись на всю цивилизацию Это их усилиями была уничтожена мифология Память о древней цивилизации погибшей Это они контролируют историческую науку полностью на планете в целом И они сейчас заказывают музыку Потому что у них есть деньги Но о деньгах Это сейчас речь мы не будем вести Откуда эти деньги Что это за деньги И кто эти деньги создал на Земле Это отдельная тема Сейчас надо нам вот о чем вспомнить О том, с чего мы начали Мы начали с чего? Что в настоящее время Есть на Земле силы Которые пытаются противостоять Вот этой вот либеральной идее Всепланетарной либеральной идее И вот в России как раз Есть группа людей Которые окружают Владимира Владимировича И он сам как раз Это тот человек Который пытается Вот этой беде как-то противостоять И чтобы вот мы это поняли Вот что грозит Я сейчас попробую вам рассказать вообще Вот как вот эта идея была запущена Нам ведь что говорят Что либеральная или либеральная эта идея Появилась совсем недавно 20-й век Это вот совсем недавно В Риме вот Но это же все вранье Вот судя по работе Вот как они уничтожили Память о древней цивилизации Вот Тут уже пахнет Не 20-м Тут пахнет веком А 20-м тысячелетием Ну может быть не 20-м А может быть там 12-м После сразу После Великой Катастрофы Оттуда все началось И чтобы это доказать Попробуем сейчас вспомнить В трех так сказать Ну в трех словах Историю планеты Почему я буду сейчас так говорить Уверенно Потому что Многие работы Мне известны Работы Майкла Крема Работа Его соратника Это Ричарда Томпсона До которой Занимается Вот Древней погибшей цивилизацией Есть еще один Удивительный ученый В Канаде Это Томас Ли Который Тоже заглянул В святая святых Что охраняют Эти вот Либеронные силы На земле Он открыл цивилизацию Севера Открыл людей Которые Жили до Эскимосов Так называемых Тунитов И за это Поплатился И работой И разрушили Всю его жизнь Короче Этого человека Ну это понятно Это так и должно быть Вот Ну на этом Не будем останавливаться Просто хочу что сказать Что Идея либеральная Или либеральная Она живет В течение Многих Сотен И даже Тысяч лет И когда она начала Воплощаться В жизнь Вот этот вопрос Серьезный Очень серьезный вопрос Раз мы решили Вспомнить Попробуем Сейчас В трех словах Вспомнить О древней цивилизации О ее Гибели Вот И О начале Вот этой Вот Разрушающей поступи Либеральной идеи По По нашей планете Ну Начнем с чего Вернемся К архантропам Снова вернемся К ним Чтобы было понятно Вот мы знаем Группу австралопитеков Знаем Что якобы Их сменили Пятиконтропы Это вот Яванский тип Пятиконтропа Это тип Пятиконтропа Китайского Или синантроп Так называемый Китайский Китайская обезьяна Вот Потом якобы Пришли на смену Пятиконтропом Неандертальцы И Их сменили Кроманюнцы Но вопрос Вот какой Оказывается Что все эти Предлюди Или Архантропы Жили примерно В одно время Никакого Эволюционного Эволюционного Этого процесса Не было Находят Следы Неандертальцев Которые Древнее Чем Австралопитековые Та же как Следы Неандертальцев Находят Которые Более Древние В слоях Находятся Более Древних Чем Пятиконтропы То есть Неандертальец Это не 500 тысяч До нашей эры Неандертальец На земле Жил И миллион лет До нашей эры И может быть Даже И еще Глубже Та же как И находят Следы Современного Человека То есть Скелеты Современных Людей Окаменелые Скелеты Находят 20 миллионов Лет 25 миллионов Лет Следы Человека Вот ноги Голые Находят 70 миллионов Лет Это все Работы Майкла Крема Можете Посмотреть Его Запрещенная История Книга Цикл Книг Его Вот Изучайте Смотрите Там все Есть Этому Человеку Либероиды Заткнуть Рот Пока не Могут Он говорит Вещи Серьезные Мало Этого Значит Он Отслеживает Его группу Ученых Отслеживает Человека Разумного На земле Скарбона А в Настоящее Время Есть доказательства Что даже В Дивоне Это 600 миллионов Лет Назад Уже Белая Раса Присутствовала Она Здесь Не строила Какие-то Долгосрочные Какие-то Города Цивилизацию Но очевидно Какие-то колонии Были И люди Здесь Жили Пример Тому Кемеровская Область И В деревне Ржавчик Был найден Найден Саркофаги В жидкости В жидкости Которых Лежали Люди Неиславшие Люди В каком-то В какой-то Странной Жидкости И интересно Что Эти саркофаги Были Тут же Увезены Куда-то А люди Которые Это нашли Они Были Все Уничтожены Это Был 1972 Год Это Было Советское Время И Наверняка Государственная Машина Об этом Не знает Это Сделали Очевидно Надгосударственные Структуры Скорее Всего По Команде Иллюминатов Чтобы Ничего Не досталось Ну А Иллюминаты Или Будем так Иллюминаты И проводники Либеральной Идеи Это Это Одно Лицо Это Те же Самые Люди Они Это И Проводят Вот Значит Древняя Цивилизация Древняя Цивилизация Людей Тоже Присутствовала Одновременно С архантропами Причем Несколько Раз Если Верить Индийцам Я уже Говорил Индийским Древним Текстом 24 Цивилизации Было На земле Очевидно Было Больше Просто Уже Память Человечества Сохранила 24 Цивилизации Интересная Деталь Что Архантропы Жили И Люди Жили Но Друг Другу Они Как бы Ну Они Не мешали Они Поделили Пространство На земле И Особой Вражды У них Не было Вопрос А кто Такие Архантропы Вот Кто Они Такие Вообще Откуда Они Взялись Если Верить Майклу Крема И Я Кстати Лично Придерживаюсь Именно Его Пониманию Вот Как он Понимает Происходящее На земле Все Архантропы Это Потомки Древних Деградирующих Рас Именно Космических Рас Которые Приходили На землю Они Расселялись Пытались Здесь Как-то Зацепиться За планету Жить Нормально Но Постепенно Инстинкты Брали Верх И В конце Концов Процесс Инволюции Их Приводил По спирали Вниз И они Превращались В животного Вот Этот процесс Кстати Запущен И у нас В настоящее Время И вот Чтобы Это было Понятно Я как раз И рассказываю О вещах Которые Может быть Кому-то И не нравятся Но Будем дальше Рассуждать Если Древние Цивилизации Вымирали Исчезали Превращались Их потомки Превращались В архантропов То их было Несколько На самом деле Вот если Вспомнить Что мы знаем Группу Австралопитеков Группу Пятиконтропов Группу Неандертальцев Потом кроманьонцы Сменили Неандертальцев Якобы И человек Уже Этот Современный Пришел На смену Кроманьонцам Вот То Здесь Получается Одна деталь Которую Мы Не можем Осветить Вот почему Вот недавно Нашли Денисовцев Например Еще одну Один Ископаемый Вид людей Скорее всего Мы просто Не знаем Всех Архантропов Мы знаем Какие-то Отдельные Особи Которые Нам попались Окаменелые Остатки которых Их было Значительно Больше Почему я так утверждаю Почему я уверен Что это так Также Очевидно Считает Судя по его Работам Тот же Майкл Крема И тот же Хэнкок Американец Который занимается Древними цивилизациями И Наверное И Бьюэл Который Тоже Уйдя из армии Стал заниматься Наукой И пришел к этому Странному выводу Что На земле Все древние цивилизации Исчезали Перевращались Вот Деградировали Процесс энтропии Шел до такой степени Что Человек превращался В животное Тут Вот какая Интересная деталь Чтобы это доказать Можно обратиться К современным Нашим расам К современным Нашим расам Дело в чем Нам пытаются Доказать Те же Либеральные Круги Что На земле Существует Один вид Человека Один вид Только Различные Расы Этого вида Различные Ветви Но Расологи Взять Европейских Расологов Взять Немецких Расологов Взять Расологов Французских Расологов Взять Школу Того же Рудольфа Вирхова Немецкая Мощная Школа Взять Нашу Школу Наших Антропологов Расологов Богданова Взять Школу Дебеца Школу Алексеева Бунака То есть Они все Уверены Эти антропологи Что Вид На земле Гомо Сапиен Сапиенс Вот Вид Он Не один На земле Несколько Видов Людей Несколько Современных Видов Людей И тут же Возникает Вопрос Откуда Эти виды Могли Появиться Потому что Настолько Разница Между Африканцами И европейцами Там такая Разница Я не буду Объяснять Почему Там даже По коробке Вот Черепной Там ясно Все Шва Во-первых У негров Нет Центрального Шва По черепу Передние Доли Мозга Неразвиты У негра 940 Сантиметров Кубических Объем Мозга У белого Человека 1600 Это в среднем Разница Огромная На одну треть Мозг Меньше Это же понятно Устройство стопы Другое Устройство Кишечника Другое Устройство Печени Устройство Других органов Тех же почек Все разное Если взять Гатинтотов Там огромные У женщин Огромные Жировые Складки Откладываются На ягодицах И на бедрах Чего Вообще У европейцев Не существует То есть Это Я не буду Перечислять Взять Тех же Монголоидов У них Вроде бы Одна Раз Они Плоскалинцы Все это Так Черепа Походят Но взять Японцев И корейцев Они уже Отличаются Не как Не как Ветви Одного вида А как Два подвида На более Глубоком Уровне У японцев Хватательная Система Развита На ногах Они Японцы Могут Держаться Сами Ногами За деревья Они могут Ходить По Чуть-то Непо Отвесным Скалам У них Нормально Работают Пальцы То есть Это еще Атавизм От обезьяны Остался А у корейцев Нормальная Нога То есть Корейцы У них Стопа Как у Белого Человека Строение Черепа Другое Другой Обмен Веществ Другая Кровь Я не буду Это перечислять Просто Взять Красную Расу Отличия Огромные Я имею Ввиду Индейцев Даже Индейцев Северных И южных Они Разные Совершенно Они Разные Абсолютно Разные Люди Вот Поэтому Эти Вот Школы Антропологические Они Посчитали Что Появились На земле Люди Вот Разных Раз Вот От Разных Совершенно Разных Предков Предок Необщий Это Красиво Написано Библией Предок Адам Сьевой На самом деле Предки Были Разные И Откуда Они Взялись Напрямую Стал Высказываться О предках Например Тот же Алексеев Он Считал Кругу Антропологов Прямо Считал Что Пятиконтроп Сыграл Большую роль В Сформировании Вот Например Африканского Населения Вот Синантропы Естественно Синантропы У них Плоские Лица Это Монголоидная Вот Эта Монголоидная Монголоидная Примесь Она Сохранилась До сих пор У желтой Расы Понятно Откуда Происходит Желтая Раса Но Интересно Что Все Пятиконтроповые Они Все Плосколицые И даже Пятиконтроп Европейский Он Тоже Имел Плосколицость Поэтому Сейчас В Германии Ломают головы Многие Антропологи Откуда Взялась Группа Людей На юге Германии В современной Баварии 4000 лет Это до нашей Эры У которых Были плоские Лица И строение Черепов Точно Такое же Как У Современных Бурят Причем Бурят Это считается Самая Монголоидная Группа Вы вот Некоторые Ученые Придуриваются Говорят Что Это Миграции Были С Центральной Азии До Германии Да пока бы эти люди дошли В те времена Медленно И верно На запад Они тысячу раз бы Растворились За этот путь Или бы погибли Никакой Миграции Здесь не может быть Просто Это что Это атовизм От пятиконтропа То есть пятиконтроп Тоже участвовал В формировании Современного человека Вопрос Почему Вот этот вопрос Почему Как это случилось Как Как получилось так Что На земле Столько раз Появилось Вот Примерно в одно время Это около Трехсот тысяч лет назад Сейчас считается Хотя считалось недавно Что это сто тысяч лет Сейчас уже считается Что это триста тысяч лет Примерно Столько различных раз Причем В одной расе Вот желтые Там несколько раз Они выстраиваются Цепью Взять например Черную Черный континент Несколько раз Взять например Американских индейцев Тоже отличия огромные Но огненная земля И северные индейцы Они совершенно разные У них все разное Вот Даже обмен веществ другой Так вот Как Откуда Вопросы очень серьезные И Ответ на них Пожалуй Можно найти В мифологии Вот Тот миф Который сохранился Естественно он сохранился В усеченном виде В ущербном виде В виде Таком Что Можно подумать Что это просто Сказка Но В каждой сказке Ведь есть какая-то Доля истины Поэтому Здесь Относиться Как к сказке Нельзя И Можно попробовать Понять Что произошло Значит Мы на чем остановились Что На земле Вместе с архантропами С потомками Древних погибших Цивилизаций То есть Выродившихся Жили Одновременно И люди Современного Типа Люди Современного Типа То есть Будем так говорить Представители Нордической Расы На севере Это То что Называется Гиперборея И Еще Упоминание Есть О Так называемой Лемурии Или Лемурийском Черном Генетическом Пласте Который Располагался На территории В современное Время Погибшая Это земля Индийского Океана То есть В Индийском Океане Упоминается У Шемерских Мифов Земля Острова Страны Дельмун Жили Черные Люди Они Совсем Недавно Там Еще Жили Еще Даже В историческое Время Упоминается Что Страна Дельмун Была Существовала Но она Утонула Уже В историческое Время Но О лемурийцах Мы говорить Вынуждены Почему Хотя Можно Было Их Опустить Потому Что Есть Предание Что Лемурийцы Пришли Созвездие Сириуса Это Были Настоящие Сириуси Сиуани Эти Легенды Сохранились О черной Рассе Индийского Океана Утамилов И на юге Индии Эти легенды До сих пор Живы На Швиланке Можно найти Предание Которое Упоминает О великой Цивилизации Которая Ушла На дно Океана От Катастрофы Которая Произошла Очень Давно Задолго До Великого Потопа То есть Это была Очень Древняя Катастрофа Упоминать О ней Мы не будем Особо Нам пока Она Не важна Нам Важны Гены 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 Лемурийцев Куда же Эти гены Делись И Нас Сейчас Интересуют Гены Белого Человека Или Белых Богов Так Называемых Вот По Мифологии Которая Сохранилась Или миф Об Атрахарсисе О котором Я уже Упомянул Шумерский Миф Там Есть Упоминание Что Пришла На землю Некая Цивилизация Со Странной Планеты Нибиру Из Космоса Пришла Цивилизация Аннунаков Цивилизация Рептилий Настоящих Ящеров Но Ящеры Которые Думали Которые Рассуждали Которые Были Наделены Высоким Сознанием То же самое У индийцев Упоминание О так называемой Цивилизации Нагов Что интересно Что индийцы Сохранили Память О том Что Наги Могли Принимать Облик Человека Вопрос Этот Серьезный Ведь Вот так вот Подумать Ну Сказка Сказка Шапку Невидимку Взял Колданул И стал другим Дело тут Ни в шапке Невидимке Ни в колдовстве Здесь совсем другое Здесь совсем другое Когда мы сейчас Начали Заниматься Генной инженерии То Удивительное дело Современные генетики Пришли к странному Выводу Что Все Домашние растения И все домашние животные Это плод генной инженерии Причем Очень тонкий Очень Грамотный Плод Это такая инженерия Которая не разрушает Человека Которая Вписалась Вот Генетические Коды Сего Живого На планете И не разрушила Их Что До сих пор Живет Дикая пшеница Она может жить Сама Самостоятельно Дикая рожь Кукурузы Например Не найдено Понятно Ее и нет И не может быть Она создана Просто Генной инженерии Древних Маис Создан был Та же как и банан Например Но масса растений Они созданы Когда Стали Разбираться А как же Появилась первая Домашняя Животная собака То пришли Многие ученые К выводу От которого Мурашки по телу Взяли волка Элементарно Волка взяли Взяли Добавили Гены человека Получилась Собака Вот почему Собака слепая Маленький щенок Он чувствует Человека И не кусает За руки А хмеляет Хвостиком Это генетический Код Гены Одни и те же И она Понимает Человека И Чтобы Это доказать Не надо Особо Заборачиваться Простая вещь Волки Волки Воспитывают Детей Человека Лучше Чем другие Животные Медведь Может сожрать Тигр Съедает Пантера Съедает Очень редко Когда кошки Воспитывают Ребенка Человеческого Это бывает Но это очень редко А волк Постоянно Волк с удовольствием Берет ребенка И воспитывает Почему Ответ Дикая собака Получившая От человека Гены Она уходила Естественно Не всегда Жила с человеком Частично Она уходила В природу Она смешивалась С волком И современный Волк Получил Тоже Комплекс Человеческих Генов Почему Он знает Человека Лучше Чем Какое Либо другое Животное Он чувствует Его Борется С человеком За свою жизнь Волки Даже в Европе Уцелели В Альпах Живут До сих пор То есть Волки Живут там Где живут Люди Они даже Живут В Москве Целые стаи Волков Живут И они Умудраиваются Опускать хвост Или наоборот Их хвост Закручивать Как лайки Их там За огромных лайк Принимают И никто С ними Не воюет Они едят Собак Питаются На помойках Эти Эти вещи Можете узнать У У биологов Биологи это хорошо знают То есть Волк воспитывает Ребенка Чувствуя в нем Что-то свое Вот и все То есть Генная инженерия Древних Была очень высока И вот Эти Эти самые Анунаки Эти самые Анунаки О которых я Упомянул Они вмешались Вмешались В отношение Людей Черных Лемурийцев Которые жили на острове В Индийском океане И На севере Была Процветала Цивилизация Ариан Или гиперборейцев Которые Или гиперборейцев Которые пришли Со звездия Ориона По преданиям Русским По древним преданиям Кстати То же самое Индийские предания Говорят Что с Ориона Пришла белая раса На землю Под предки И Ариев И Индов И русского народа И вообще Нордической расы Там упоминается Что девятая планета От Стажар Стажар Это гигантская звезда Которая в тысячу раз Мощнее нашего желтого карлика Солнца нашего Вот Отсюда цифра 9 И у индийцев И у русских Священная Девятая планета Вот Ор Отсюда название Ариана Древняя Ариана Или гиперборея По гречески То есть память Об этом О древней своей прародине Так вот Интересно что Что Ариана Она Создала колонию В Атлантике На огромном Архипелаге Островном Там два гигантских острова Стояли один От другого Недалеко И Так возникла Цивилизация Атлантов Так называемых Кстати об атланках тоже Стараются не говорить Стараются умолчать Стараются внушить Что их не было Потому что Если коснись Атлантиды Получается что Существовала древняя погибшая Которая погибла Цивилизация древних То есть это никак нельзя Современному Чему эти знания давать Вот Так вот Что получилось Сначала Анунаков Хорошо приняли на земле Вот по мифу По мифу Об Атрахарсии Нормально к ним Относились К Анунакам Но когда они Начали свои генные Эти вот Эксперименты Над архантропами Вопрос стал ребром Они Эти вот Анунаки Они заявили Что им требуется золото Вот если верить мифу Для чего-то им золото потребуется Хотя Такая цивилизация Она могла бы Наверное получать Любые элементы Прямо из вакуума Но вот почему-то Они вот с золотом Не справились Им было проще Его копать на земле Кстати в Южной Африке Найдены Золото Эти Эти Прииски золотые Которым Ученые считают Что это не менее 100 тысяч А может быть И 200 И даже больше Потому что Определить Когда эти шахты Были сделаны Практически нельзя И вот якобы Анунаки Устали Добывать себе Золото Которое им нужно Для их планеты Они что сделали Они взяли И Гены Человека Лемурийского И белого Человека То есть Собственно Людей Да И Сириусюан И Ариан Они что Внедрили В архантропов Не в один вид Архантропов А в несколько Видов Архантропов Вот и ответ Почему столько Рас на земле Гибридных рас Цветных рас Почему Эти расы Они настолько Отличаются Взять Японцев Корейцев Японцев Китайцев Северные Китайцы Южные Китайцы Отличие Огромные Вот интересная Деталь Только одна Раса Только одна Раса Она Однородная Однородная Раса Это северная Раса Оказалось Взять Афри Африку Там тоже Куча Рас Америка Та же Картина Взять Абазонских Индейцев Или этих Пигмеев Амазонских И сравнить С индейцами Севера Канады Или Аляски Это совершенно Разные люди Обстроение Черепов Все я уже говорил Все разное Так вот в чем Интересная Деталь Что В чем дело Что Это вот Именно И объясняет Миф Объясняет Возникновение На земле Целого Букета Разных Цветных Рас Анунаки Это Объяснили Как Белым богам То есть нашим предкам И тем же Лимуритам Что им нужны были Рабочие руки И они создали Создали Расы Людей Вот таким вот Образом Из архантропов Добавив К ним гены Собственно Людей И черных И белых Вот Дабы Они им помогли Добывать золото Ну Красивый миф Ну Правильно Можно так объяснить Ведь можно все что угодно Обосновать И это будет смотреться Нормально Да На самом деле На самом деле Был запущен Либеройный проект Вот откуда он был Где был запущен Отсюда Это примерно Если смотреть В века В тысячи лет Это примерно 300 тысяч лет Назад Вот Уши режет Я понимаю Можете подумать Что я с ума сошел Но это как раз Проект был запущен Проект Который сейчас Осуществляют Наши Либералы Которые Занимаются Там в Москве Своими делами Бунтуют Против президента И против его окружения И пытаются Навязать нам Вот эту вот Идею Либераидную Так называемую Идею смерти То есть Что получается Анунаки Понимая Что Разрушить Уничтожить Белую расу Им Не удастся И черная раса Она была на пределе Она уже вымирала Я не буду о ней говорить Лемурийцев уже Не оставалось В то время Но белая Эта раса Противостоять Могла им Очень сильно Люди Как таковые Они более Высоко организованы Если эти рептилии Да У них левая Полушария Мощная У рептилий Понятно Что они Логики Великолепные Но белая Раса имеет Правое полушарие Она связана Через правое полушарие Через эпифис Со своим Сверхсознанием Сверхсознание Это многомерная Наша сущность Которая встречается Напрямую Связана Со Створцом То есть Переиграть Вот Вот такой Прямой Открытой Борьбе Белую расу Более Высоко Организованную Генетически И психически Биологически Невозможно Ящер На это не пойдет Он не сможет Просто потому что У него логика хороша Он логически Отслеживает все Но только логикой Больше никак Вот эта интуиция Мощная интуиция Считывание информации Напрямую С поля Информационного Он не обладает Поэтому Что осталось Им сделать А Земля понравилась Земля Планета нормальная На Земле можно жить Земля Отличное место Для проживания Возможно Их усилиями И другие расы Превратились в обезьяну Это вполне возможно Что именно Эти вот Противостояния В космосе Негуманоидной Цивилизации И гуманоидной Вот таким вот образом Идет Если начинать войну Война не пойдет Почему? Закон мироздания Как Как оукицы Так и открытицы Дорушать общие законы Нельзя Воевать нельзя Значит Нужно Какую-то другую Применить Технологию Где бы люди Сами себя уничтожили Своими же Собственными руками Именно белая раса Должна это сделать Сама Что они могли применить? Конечно же Это Присесть На нашей мозги Со временем Что внушить Белой расе Что все люди равны Все абсолютно люди Что это один вид Но для этого Для растворения Белой расы Создать остальные Расы цветных Но был один момент Который они Решали Через войну Момент серьезный Белая раса Жила На севере Где Архантроп Не жил Вообще Там Архантроп Не распределялся Он Жил в основном По экватору Там теплее Там удобные места Там Достаточно влаги Достаточно растений Там хватает биомассы Чтобы расселяться По всему экватору Жили Архантропы А уже Умеренные широты Там они Особо Там они Не были распространены Были там Отдельные роды Которые уходили Которые имели одежду Он говорит Тут же неандерталец Да он Он далеко ушел На север Но Не так далеко Как надо Вот Значит Нужно было сделать Создать условия Такие на земле Где бы генетически Столкнулись Раса Белая раса Столкнулась С расой Архантропов Генетически Столкнулась Вот Но До этого Надо было Что сделать Этих Архантропов Вот Окультурить Вот Они Окультурили Создав Что Различные Земные Расы Интересно Тут получилось Так Когда эти Расы возникли Генетически Различные Земные Расы Они стали Вести Борьбу Естественную Борьбу За свое Место Под солнцем Со своими Близкими Предками С теми же Австолопитеками Пятиконтропами Неандертальцами То есть Получилось Так что Медленно Но верно Архантроп Стал исчезать Частично Он растворялся В новых Расах Гибридных Частично Просто Его съедали Просто Шла борьба Естественно Полубезьяна Она не могла Бороться за жизнь На равных Все таки Как ни крути Это уже были люди Они получили Гены Развитых Людей То есть Взять того же Взять ту же Африку Там все таки Люди Это же Другая Другая Нервная организация Нервная система Другая То же самое И Азии Взять В Азии Там кто уцелел Ну гигантопитек Уцелел Вот до сих пор Его называют Где-то там И эти Гималаях Очевидно Уцелели Некоторые Роды Архантропов Которые Относятся К пяти Кантропам Они есть Но то что мы Сейчас Говорим О снежном Человеке Это скорее всего Или там Бигфут Американский Это как раз Некоторые Атавизмы Уцелевшие Какие-то От древней Цивилизации Архантропов Какие-то роды Но они Сохранились Но о них Не стоит говорить Вопрос в другом Постепенно Постепенно Гибридные Расы Они уничтожили Архантропа На всей планете Уцелело Архантропа Не так уж и много Он Был вынужден Уйти Далеко На север И вот Отсюда Как раз Неандертальцы Более развитые Более сильные Приспособленные К холодному Климату Они проникают В Европу Проникают Они В Сибирь Проникают Вместе с Денисовцами Денисовцы Это тоже Один из видов Который недавно Был найден Вот В этом самом На Алтай Вот И Проникают На Дальний Восток Но Этого было Очевидно Анунакам Мало Здесь Только начало Проекта Вторая часть Проекта Нужно было Выселить Каким-то образом Выселить Белую расу На материке На континент Как это сделать Заставить Переселиться То есть Генетически Что Столкнуться Столкнуться С гибридными Расами Созданными На земле Я рассказываю Сказочную историю И рассказываю Удивительные вещи Для Мозгов Неподготовленных Наверное Это будет Сложно Вот Все это Воспринять Но Вот Так уж У меня Сложилось Все это Я отследил По мифологии И Читая Платона Пришел К выводу Что Война Между Атлантидой И Арианой Была Спровоцирована Разбираясь Хорошо В генетике В генетике Умея Генами Манипулировать Как угодно Можно было Создать Создать Управленцев В Атлантиде Своих То есть Замена Могла Продвести Замена Генетическая Замена Можно было Замбиливать Как-то Но скорее всего Получилось так Были созданы Цари Атлантиды Где-то В каком-то месте Неизвестном Для нас И они были Заменены Может быть так Это предположение Ну вполне Возможно Потому что Платон Пишет Что странное дело Божественное Чем вот Душа Божественное То что осталось От Посейдона Она стала Что растворяться Терять И почему-то У царей Атлантиды У жрецов Атлантиды Разникло желание Вести завоевание Захватить всю планету И управлять этой планетой Вот Это пишет Великий Платон Удивительно Как Как либералы Платон Это Вот Вот Тиме и Крите Вот эти два диалога Как они пропустили Тут уж явный прокол Надо было Вот Сделать все возможное Чтоб люди о Платоне Не знали Сейчас Я нашел в литературе Интересные вещи Что Платона Мы знаем Переведенного Всего 10% 90% Не Прокла Не Платона Мы не знаем Прокла-то Неоплатонист Более позднее время Мы не знаем Все их работы Лежат В Ватикане И мы не знаем Что там написано Но вот Эти 10% Вот Тиме и Крите И рассуждения О идеальном государстве Мы знаем То есть Атлантида Что? Атлантида Начинает войну с Ирианом Первая война Опять это факты И я не буду здесь Самое Придумывать ничего Это можно проверить И тут без меня проверили Этим занималась Экспедиция Моисеева Военные ученые Они изучали Древние воронки По всей России По всему Советскому Союзу Воронки От атомных Водородных бомб Воронки Усыпали Всю Африку Воронки Лежат Находятся В Америке Огромное количество Воронок На Кольском полуостре От тактического оружия Именно термоядерного оружия То есть 40 тысяч лет назад Земля горела Как факел Две цивилизации Обменивались Страшным оружием Тиланака Великий Тиланака Да Город Богов Находящихся В Вандах Подвергся Именно удару Водородной бомбы Сейчас уже это ясно А гигантские глыбы Каменные Летели по воздуху Я нашел цивилизацию Разрушенную В Венки Пока она еще Неизвестна И когда-нибудь В конце концов Ученым Это мы покажем К нем Их носом Посмотрите Там камни Летели Метр Двести Двести Пятьдесят Камешки Примерно По триста Четыреста Тонн веса Это какой-то Нужен взрыв Чтобы снести Такую пирамиду До основания И от нее Эти глыбы Обтесанные Как кирпичи Разлетелись Веером Это Какой же там Был взрыв Когда Ивенки Например Очевидно Находили Все вот это Придя на эту землю Они Объяснили это так Была борьба Между Харги И Ховеки Между Духом зла И духом добра А белая раса Голубоглазых Бородатых людей Помогала Ховеки Они потому И погибли То есть Гомендри По легенде Вот этих Самых Ивенков Вот Гомендри Белые Голубоглазые Люди Они были За Ховеки За духа добра Дух добра Победил Но они погибли Тоже Вот Это легенда Которую я Знаю Я ее записал Это опять Из фольклора Из мифологии Которая не уничтожена Понимаете Вот То есть Первая война Удивительно другое Что все Вот находки Да Это 35-40 тысяч лет Эта война Прогремела на земле 35-40 тысяч лет назад Прогремела война Причем Ученые Не только наша Вот группа Моисеева Этим занималась А занимались Многие другие ученые Многие другие ученые Занимались Вот Исследованием Это китайцы занимались Они например Боятся своих пирамид Вообще Они к ней не подходят К пирамидам своим Потому что Там сотня пирамид в Китае Построены не китайцами Это они хорошо знают Там рядом с пирамидами Космодромы древние Выжженные полностью Там трава не растет До сих пор Самские Самые шаманы Об этом знают Что Что здесь земля Вся горела Вся горела Вот И Там На Кольском полуострове Когда Демин изучал Эти вот Провалы Эти странные Озера Типа воронок Туда опускались Счетчики Гейгера Не раз И не только Демином И другими учеными Они это делали Там оказывается Радиация До сих пор Еще довольно высокий уровень Радиации В глубине этих озер Значит ясно в чем дело До сих пор Еще излучают Уже прошло 40 тысяч лет И все ученые Разные Разных стран Они одну и ту же дату Называют 40 тысяч Ну 35 тысяч Ну 40 Где-то вот в этом В Аризоне Гигантский Найдена Огромная воронка Гигантский якобы Астероид упал Астероид ли упал Вопрос Там Весь штат выгорел В то время Это Мощнейший был Термоядерный взрыв Скорее всего Потому что Такой же точка В Африке 100 километров В диаметре И Так же 35-40 тысяч лет И в Антарктиде В Антарктиде Там 200 километров Диаметр Гигантского Огромной воронки Она сейчас Подо льдом Но ее же нашли Эту воронку То изучают Не только мы Но и те же Американцы изучают И другие станции Там заняты Этой воронкой В Антарктиде Скорее всего Континент Антарктиды И погиб От такого страшного взрыва Это 40 тысяч лет Но Ладно Я уже тут Заговорил У вас немного Вот Я хочу На что Ваше внимание Обратить Вот эта война Заставила Хлынуть Из Атлантиды Из Арианы Массу народа На юг На континенты Потому что Сгорела Прародина И Атлантов Вот И Гиперборея Это все было превращено В руины Как раз 40 тысяч лет И где-то 45 тысяч лет Я трудно сказать Сколько Появляется Ни с тобой Ни с сего Вдруг Огромное количество Кроманьонцев На территории Европы И Евразии Откуда они взялись От сырости С неба свалились Из космоса Как они могли появиться Сразу Ни с того Ни с сего Сразу Появляется Человек разумный Современного вида В огромном количестве И в каменном веке Но каменный век Другой Это Не 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 примитивный Палеолит Архантропов Где Рубила Главным являлась Здесь у Кроманьонцев И ножи И скрипки И наконечники Копии шикарные Позднее наконечники Стрелы отмечные Все из камня Делается Выделка шкур Самое интересное Календарь Который найден у нас здесь Музыкальные инструменты Великолепные В Сунгире Там Сейчас нашли Несколько поселений Некарманьонцев Там же Скелеты нашли Вот этих вот Захоронений Где Князь был похоронен Гиперборейский И Двое детей С копьями Да Копья были Из мамонтового бивня Они были Бивень До сих пор Наука не знает Как это сделать Взять Вырез из бивня Пластину Выправить ее Прямую Совершенно сделать Заточить Как бритва Кстати Отмаленько отвлекусь Мне кстати Показали на севере Как делать Из мамонтового бивня Можно сделать Это копье Я знаю технологию И могу даже И могу даже вам Рассказать Как это делается Но наши предки Знали ее хорошо А ученые современные Не знают Понимаете Интересно То есть Краманьонцы пришли Не с примитивными мозгами А мозги То у них Ай-яй-яй Они были больше Имели объем Мозговой коробки Чем у нас То есть Мы уже деграданты У них на 200 кубических Что Сантиметров Был больше объема У них 1800 до 2000 кубиков Мозг-то был Это ясно Что эта мощная раса Высокоразвитых людей Пришла на территорию Евро-Азии И в Европу И в Азию И в Америку Кстати И в Америку Откуда она взялась Вот он вопрос Но Это была первая волна Переселиться Я не буду о ней говорить Потому что Грустно Кончила эта волна Она эта волна Грустно очень кончила Я вам еще раз повторяю Либеральная идея Работает на земле 300 тысяч лет назад И кроманьонцев Их жрецы Не спасли Не спасли Они стали смешиваться Ну С архантропом Они не стали смешиваться С неандертальцем С пятихантропом Это было бы слишком Наверное Хотя Балавадская Описывает Что атланты Были любители обезьян Ну Если верить Балавадской То значит атланты Были извращенцами Наверное И такое смешение Было Но в основном В основном Смешение Было С гибридными расами С гибридами С гибридами С гибридами Которые были уже людьми В общем-то Людьми Да Но по какой причине Тут трудно сказать Очевидно Может быть Были вынуждены Как-то смешиваться Либо еще как-то Но генетическое смешение Породило так называемую Расу гибридов Уже современного человека Современного человека Уже Это еще один пласт Который ближе к нам Не ближе К архантропу А ближе к нам Это Иберийская группа Языковая Это Иберы Это вот Начиная от Иберийского полуострова От Испании Кончая Китаем Вот Огромная-огромная Территория племен Говорила фактически На одном языке Даже Вот Так растворилась Первая волна Кроманьонцев В тех В тех гибридных Расах Расах Людей Которые были Созданы Анунаками Это вот Очевидный факт Потому что В китайском языке Присутствует Очень много слов Иберийского происхождения То есть Китаец может понять Баска И грузина Интересные вещи Но Дело в том Что постепенно Иберийская раса Она впитывала И впитывала В себя Волну за волной Белую расу Белых богов И они Менялись И менялись И уже современный Чечен Да Или современный Любой кавказец Там Например Взять Дагестанец Или Или этот самый Адыгейц Он уже Очень похож Он близок К белому То есть К нам Они очень близки Но Фенотип Еще ни о чем Не говорит Все равно Вот это Архаичное Ядро Оно сохраняется И надо Это понимать Чтобы это доказать Не надо далеко Там Лезть в генетику Или еще куда-то Это легко Доказывается Доказывается Просто Посмотреть Надо Лингвистику Язык посмотреть Обратиться И к языку И язык По языку Будет ясно Взять язык Басков Например Или язык Те же Грузин Там очень много Есть таких вещей Архаичных Которые Указывают Ну и китайский Язык Тоже Он происходит Частично От языка Вот этих Самых Иберийских Племет Поэтому по языку Очень легко Можно понять С кем Мы имеем Дело Но генетика Понятно Что генетика О многом Говорит Но Я хочу Что сказать Что первая Первая Волна Карманьонцев Растворилась Полностью То есть От нее ничего не осталось Это огромное количество Иберийских племен В настоящее время Они сохранились Где Это Баски в Испании Это Балканы Часто На Иберийском Наречии Никто не говорит На Балканах Но Параси Это Иберийцы Поэтому Их объединяет Балканы Кавказскую Расу Они очень близки Параси Это Наши Друзья Приятели Славяне Взять тех же Сербов Взять тех же Хорватов Взять тех же Албанцев Параси Они другие Они кавказцы Параси Понимаете Параси Они другие По языку Нашей По вероисповеданию Они Эти самые Христиане И православные Христиане Но Но Когда Ругают Сербов За жестокость Сербы Были Страшно Жестокие В Боснии И в войне С хорватами То Я лично Насчет Он в бою Он в бою Страшен Он жесток В бою Но он победил Он уже Спокоен Он уже нормально Относится К побежденным Он даже Может его накормить Он даже Может его там Напоить Он даже Его пожалеть Может Это пример Войны С немцами С Германией Детей кормили Немецких Женщин кормили Русских А у Рассы Которые имеют В своем Генофонде Комплекс Архантропа Отношение другое То есть Другая психология Это надо пытать Насиловать Это надо сжечь Это надо Резать головы Отрезать Органы Какие-то Это уже Вроде как Патология Но это не Патология Это не сумасшедшие люди Это вполне нормальные люди Но Вот этот Комплекс Вот этот Звериный Он сохраняется Это надо понимать Я говорю вещи Которые Не понравятся Многим Но Факты Остаются фактами Давайте Обратимся К такой же Гибридной расе Например К семитам Взять Например Тех же Марокканцев Вот Во время Гражданской войны В Испании 36-39 год Марокканцы Когда попали в Испанию Что они творили С испанцами Это надо посмотреть Я не буду это говорить Это просто страшно Слушать Потому что это невозможно Что они делали С женщинами Что делали С стариками Что делали С мужчинами Что делали С пленными Это Это ужас Ведь А марокканская Оккупационная Армия Которая Попала В 45-м Году Вместе С американцами В Италии Вы слышали И проведено Ведь Американцы До сих пор В позоре Они полностью В таком дерьме Потому что Они не удержали Марокканцев От истребления Мирного населения Италии Они вырезали Сразу всех мужчин Всех до одного Причем Они действовали В Аппенинах В тех местах Где жили Жилые реликтовые Населения Итальянцев Потомки Древних римлян Они Древних римлян Уничтожили Вот спрашивается Это что Это ведь Набироидный проект Уничтожение Белой расы Настоящие Древние Белые расы Вот именно По белой расе Прокатились Вот эти вот Дивизии Мароккадские А что нам С женщинами делали Даже рассказывать Не хочу Это мороз По коже Понимаете И в то же время Взять Германию Во время войны Вот Немцев взять Да Например Немцы судили И расстреливали Татар Крымских За издевательство Над русскими Это Официальные данные Немцы Не терпели Издевательств Над мирным Населением Да Воюй Все То есть Раса Белая раса Пример Вот Они расстреливали Судили и расстреливали Татар Судили и расстреливали Эстонцев Судили и расстреливали Латышей Интересные вещи Правда Происходит Вот это все Можно проверить По документам Я не буду просто Останавливаться Это что? Это природа Это генетика Расовая генетика Немец Да Он как и русский Он во время войны Он ужасен Он жесток Он может побеждать Он победил Наступил мирный момент Он уже спокоен Он нормально Относится к побежденным Он даже детей русских Кормили немцы Сохраняли Какие-то реликвии Национальные Помогали Русским семьям В оккупации Много таких случаев Есть И многие эти люди Помнят То есть Остались людьми Я хочу что сказать Я немножко отвлекся Что вот Группа Вот эта вот первая Которая выселилась 40 тысяч лет назад Она растворилась В архантропах Да И создала Вот эту вот Гибридную Современную Расу Которая расселилась От Китая От центральной китайской Равнины До Испании Это Они были как бы Властелинами Некоторое время Властелинами планеты Они именно И добили Последнего Архантропа Последнего Архантропа Добили Вот Именно Вот южного И будем так говорить Не северного Вот южного И Который распространялся По субтропикам И в тропической зоне Но вторая волна Вторая волна Расселения Началась после Великого Потопа Великий потоп Откуда он? Что произошло На земле? Скрывает Все Эти группы Которые скрывают Мифологию Они скрывают Это Это для них Табу Они боятся Что люди будут Знать правду Дело в чем Что После этой Великой войны Метрополии Восстановились Восстановилась И Атлантида Хотя она потеряла Несколько Островов Они на дно ушли Восстановилась И Ариана И умудрились же Еще раз На эту войну Начать Уже 12 тысяч Лет назад И вот как сейчас По мифологии Я говорю вам Просто мифология Я не буду ссылаться На эти мифы Потому что их много Это долго доказывать Это до утра Рассказывать Все это Я просто Кратко хочу сказать Что по мифам Было применено Сверхоружие Страшное оружие Которое хуже Чем водородные бомбы И атомное оружие Тактическое И стратегическое Было применено Оружие Ионосферное Что это за оружие Это вот планета Она удерживает Какую-то часть Энергии От Солнца Которая поступает Своим Гравитационным полем Фактически Вот этот слой Ионосферный Вот этот слой Ионов Солнечного ветра Он не иссякает Никогда Он всегда Сколько бы ты отсюда Энергии не взял Он будет присутствовать Потому что Солнце Сразу же заполняет Какую-то долю секунды Солнце заполняет Все эти дыры Энергетические Потому что Это фактически Планета находится В потоке солнечном Да Отсюда и Энергетика древних Беспроводная Вот У нас провода У нас электростанция Это все примитив Это все уровень Обезьяний уровень Это очень низкий уровень Древняя цивилизация Пользовалась Ионосферной энергией Энергия шла Прямо И из космоса Энергия на Землю Поэтому нет Ни проводов Нет Нет этих Столбов Ничего этого нет Хотя Следы цивилизации Огромнейшие Да Такие вещи Которые построены Что-то сохранено Там Теотихуакам Например Священные города Майя Это строили Совсем не Майя А Атланты строили Или там Теонако стоит Или там В Египте Какие храмы стоят Все это Энергия Именно И в Китае Энергия другая Используется Вот эту энергию Применили против людей Уже не атомное оружие А вот это То есть В легендах говорится Что молниями Удары были молнии Страшные молнии Сыпались Это как раз правильно Молнии Когда энергия прорывается Снимается Изоляция Изоляционный слой Между планетой И между ионосферой Вторгается Мощный поток Энергии Из ионосферы На землю Энергия настолько мощная Что она может проникнуть До самого ядра Разваливается Континент На куски И уходит И уходит под землю Или под воду Или куда угодно Короче Пыль Это Такая сила Оружие И такая мощь Когда почувствовал Это дело Никола Тесла То он уничтожил Все свои записи Все свои работы Постарался от этого избавиться То есть Он сделал все возможное Чтобы современные Политики Не пришли К пониманию Устройства Этого оружия Никола Тесла Вышел на понимание Ионосферы Вот Это надо понять Но древние Это хорошо знали Это же как генетику Они отлично это знали Они прекрасно знали И Этими ударами Ионосферными Обменялась цивилизация Древняя Там была борьба Флотов Как описывает Платон Была борьба Над мечами И копьями То есть Холодным оружием Но Жрецы применили Удары вот эти И Очевидно Очевидно Именно Ариана Применила Это оружие Против Атлантова И против материка Му Материк Му Гигантский материк Заселенный Белой и черной Белой и красной Расой Очень долго умирал Он умирал Восемь тысяч лет Тысяча шестьсот лет До нашей эры Последние острова Погрузились На дно океана Это Современные данные Геологии Нанмадол Пример тому Нанмадол Это гигантский Этот самый Город Построенный Для борьбы с тайфунами Там не город А это Целый механизм Сделанный Для того чтобы Рассеивать тайфуны Над Тихим океаном Это Та цивилизация Как раз Его построила И он еще работал После гибели материка Работал еще Несколько тысяч лет Нанмадол Работал Продолжал работать Пока японцы До него не добрались В сорок втором году Пока его не ограбили Из него повыдергивали Там Платиновые Эти саркофаги Платиновую Систему Которая Работала Теперь Нанмадол Уже отключен Будем так говорить Так вот Утонула Сразу В одну ночь Как говорит Платон Утонула Атлантида Ушла на дно океана И погиб Му Но Му умирал Не одну ночь Я как еще говорю Восемь тысяч лет Вот прослеживается Медленно Погружение То есть удар был Такой силы Что материк Раскололся И уже Кара земная Не удерживала Платформы А медленно Медленно Процесс разрушения Шел Пока Не образовалась Экватория Тихого океана Гигантская Экватория Тихого океана Но То что случилось С белой расой И красной расой В Тихом океане Я могу кратко сказать Красные Переселились На материк Ушли они В Америку Это Берите Читайте Ихние мифы Все это Чарчварт Кто занимался Полковник Британский Который занялся Этим материком Он впервые Открытие сделал Он нашел Массу мифов Красных людей Переселение Из Тихого океана Не из Сибири Как нам внушают Историки А именно Из Тихого океана Красная раса Уходила На материк Американский Но Но Белую расу Частично она Переселилась Тоже на Американский континент Поэтому Белая раса Найдена везде По всему континенту Следы ее присутствуют Но в основном Белая раса Никуда не ушла Она осталась На островах И белую расу Просто-напросто Сожрали Людоеды Гибридные Людоеды Малонезийцы И Полионезийцы Вы Должны знать Мифологию Маори Мифологию Этих самых Маркистских Островов Таити Это Везде вся Мифология О пожирании Белых людей Все это там Есть Найдите И прочитайте Все это есть Это все В литературе В современной Берите мифы Ихни и читайте Там все это есть Я сказал О континенте Му Атлантида Ушла Ушла в один день Одну ночь Как говорит Платон Все правильно Удар она получила Такое Что она не устояла Она ушла Ее сейчас города Находятся на дне океана И со скутников Снимают Эти города Я когда Впервые опубликовал Фотографии Этих городов Со спутников Мне дали Ребята Из спецслужб Прямо скажу Что свои люди были Дали эти Фотографии Мне Я их опубликовал Теперь Ученые Встрепенулись Открыли Атлантиду Наконец В этом году Вот два месяца назад Опубликовали Они Статью Что В снимке Что гигантский город Западнее Канадских островов Лежит на дне океана Его хорошо Видно со спутника Там И кварталы И пирамиды Так пирамиды Там давно стоят В Бермудском треугольнике И даже включаются И работают Поэтому И тонут корабли И падают самолеты Это ж Козе Понятно Сколько можно врать Кто этим занимается Та же самая группа Либероиды Или либералы Которые пытаются Нам внушить Что земля Это На земле существует Одна раса Один народ Человечество Однородно И поэтому Смешение людей Это нормальное явление Нормальное явление Смешение Расовое смешение Это нормально Понимаете Нормально Вот так смешалась Например Первая группа Которая выселилась 40 тысяч лет назад Она смешалась Получили что Мы Иберийскую группу Получили Ну вот Я уже говорил о том Что это не совсем Здоровые люди Взять тех же семитов Взять тех же Кавказцев Взять тех же Вот сербов Я не хочу о сербах Плохо говорить Но не верю в то Что они ангелы Потому что Если они приняли Гены Архантропа То наверное Среди них есть И далеко не ангелы Похожие чем-то На наших Что Чечен Ингушей На наших Адыгейцев И Тагестанцев Вот Но Вторая группа Нас интересует Вторая группа Белых людей Вот это сейчас Самое главное Подходим мы К самому концу Нашего Нашего Долгого повествования Вторая группа Белых людей Когда Начали Тонуть материки Первая Ушла Атлантида А Му Стал тонуть Медленно Погружаясь Огромными пластами Уходя под воду То Нас Начало Ариану Гиперборею Начало Надвигаться Море Океан Стал топить Острова Топить Вот этот Материк И острова Которые вокруг Были То есть Подъем воды Не верите мне Смотрите Геологические справочники На 150 метров 12 тысяч лет назад Поднялась вода Ни с того Ни с сего Откуда она взялась С неба Старик Хаттабыч Колданул И вода появилась Она не могла Ниоткуда Взять Она взялась Только оттуда Только Из океана То есть Погружаются Огромные острова Они вытесняют Воды Мирового океана И воды Мирового океана Ползут На Ариану Вот так Мы потеряли Свою прародину Белой Нордической расы Которая Очевидно В этой войне Наверняка Она выиграла Эту войну Поэтому Такая ненависть Потомков Атлантов К нам Понимаете К людям Нордической расы К кому Мне могут Не поверить Немцы Но и к ним К немцам Вот если разобраться Кто потомки Нордической расы В Европе Это русские немцы Они создали Собственно Всюду Безвысокую Современную Цивилизацию Это две Два этноса Это немецкие Это Австрия Германия Это Голландия Это Бельгия И Россия Вот Ну Польша Там Украина Это все одно Понимаете Вот Уже Италия В меньшей степени Там в Италии Там несколько композиторов Великих И все И то они были Голубоглазые Белые люди Тот же Леонардо Да Винчи Представитель Что? Нордической расы И Микеланджело И другие Рафаэль Понимаете Какая штука? Немцы Они ведь В Европе Считаются Вторым сортом Людьми Второго сорта Третий сорт Русский И вечно Второй сорт Пытается Стравить с людьми Третьего сорта То есть Немцев Два раза Толкает К нам Воевать То есть Они являются Пушечным местом На самом деле Это Очень высокий Народ Который Этнос Который Сохранил В своих Жилах Что кровь Ариан На прямую Ариан Или Нордической Расы Та же Как и наш Народ Ну Вы наверное Знаете Антропологи Отработали По России Антропологи Отработали По Германии Я вам скажу Немножко Отвлекусь Например Сейчас уже И антропологи И генетики Знают Что из России Собственно Получилось Расселение В Европу И в Иран И в Индию Индийцы прямо Говорят Что мы потомки Русского народа Это индийцы Брахманы Это хорошо знают Та же как и иранцы Знают Кто такие они Откуда Но Американские генетики Отработали Скрупулезно Именно в плане Генетическом И они разобрались На самом деле Правда Европа заселялась Из России Волна за волной Так вот Германия Это одна из волн Та волна Которая ушла И изменился язык Только и всего Вот как например Сейчас меняется язык На Украине Чуть ли не искусственно Меняют Придумывают язык Так же язык Придуман был И немецкий На самом деле По крови По расе Мы один народ Но Интересная деталь Мы имеем Всего 4 типа Да Мы однородные Мы 4 Но 4 типа У нас есть Вот Этнических 4 типа В Германии Имеют 16 тип У немцев Хуже В этом плане То есть Но все равно Немцы Это Очень близкие К нам Люди Поэтому Не пора ли Тут я вот Немножко в политику Удаюсь Объединиться Нам и немцам В одном Одним фронтом Выступить Против этой Либеральной Смертельной Идеологии Которая Идея Которая работает И которая Сейчас загоняет Германию На тот свет Ну Это делается Просто Наверное Вы знаете Все как это делается Турки расселяются С арабами По всей Германии В семьях Турецких По 6-7 детей А в немецких Семьях По 1-2 ребенка Через пару Поколений 70% населения В Германии Будут турки И арабы В основном Турки И от немцев Ничего не останется Они там Последних немцев Добьют Как это случилось Вот В Южной Африке После отмены Апортеида Сейчас там Белая раса Вымирает полностью Вот и все Я немножко занялся политикой Но я сейчас хочу что сказать Вот это вот Расселение Расселение из Ирианы Оно было направлено Именно в Азию Это Сибирь Сибирь Это восточная Сибирь Это бассейн Лены Индигирки Колымы Потому что Все там Вот Взять ту же Лену Чисто русское название Индигирка Русская Это будем так говорить На пра языке Вот Яна Ну Какое же здесь Турецкий язык что ли Яна Это опять Будут так говорить Индоевропейское Вообще это Прокрит Это древнейший язык От которого Прошел русский И санскрит Священный Это Прокрит То есть Я не буду вспоминать Все эти названия Северных рек Они сами говорят за себя Те же Анюи Та же Хрома Хромающая река Взять нашу опь Бия Значит Бьющиеся по камням Катунь Катящиеся Вместе слились Две Получили обе Вместе Опь пошла То же самое Инисей Или Инзаян Его называют И эти Катанги Все его Притоки Также раньше называли Ангару Катангу Кстати До Ангара Тоже Индоевропейское название То есть Здесь По Гидронинам Можем определить Что Вот эта раса Арианская Она Долгое время Жила именно Жила именно В Сибири Постепенно Она ушла На юг Потому что Менялся климат После гибели Арианы Изменился Жестко очень климат И климатические условия Заставили Сменить Место пребывания И с юга Начала передвигаться На запад Волна за волной Так заселялось Что Европа Ну а теперь Вернемся К нашим Либералам Для чего Нужно было Организовать Эти две войны Нужно было Просто-напросто Заставить Белую расу Расселиться Столкнуться Лоб в лоб С цветными расами Которые были Созданы Для чего Для того Чтобы Либеральный проект Сработал Чтобы люди Сами себя Что генетически Истребили Генетически Истребили А нам сейчас Говорят Нашим женщинам О прекрасно Китайц Это же вообще класс Он Надо же Супер Да Муж китаец Ну ну супер Горст Териса Всю ночь тебя там Жучит в постели Да Ну молодец Ну сексуальный мужичонка Да И целый день работает С утра до вечера По 20 часов В сутки Во какой мужик Да Ну не по 20 А по 12 Ладно Я уже присвистну Супер Да еще и готовит Да еще за детьми ухаживает А русский кто Да русский пьяница Русский придурок Русский такой Розетки Да у него там Шутильник Не совсем нормально шутит Ведь эти вещи Они же идут И через средства Массовой информации Включаешь телевизор Тут тебе рассказывают Да вот понимаете Вот пройдет еще пару веков И блондинок не останется Блондинов не будет Все будут только черные И не будет белой расы Вообще Да вообще она зачем нужна Это что Это не 282 статья А ведь за такие слова Надо садить сразу Даже Тина Камдалак Я читаю в журнале Я пришла на базар Я там покупаю Флитку покупаю Там какие-то Свои эти самые Какой-то инструмент И покупаю Что-то там Для отделки кухни Там или ванной Но если бы я была Блондинка То есть если бы я была Дура Я бы взяла вот это Но я же умная Я же черная Я же темная Да Я взяла то что мне надо Это что Тина Камдалаки Которую любит И уважает многие Она свободно Бежит Блондины дуры Блондинки дуры Блондины дураки А на самом деле Генетика Психология Доказывает совершенно Другие вещи Только блондинка Русоволосая женщина До сих пор Вот Ценится на западе Это русская блондинка Это бесценная жена На западе Понимаете С ней можно договориться Она не стерва Она труженица Она прекрасная мать У нее Она в конце концов Она просто умница Ведь сейчас уже психиатры говорят Блондины самые талантливые Голубоглазые Белые светлые волосы Они как раз и создают Именно идеи Они генераторы идей Этими идеями пользуются другие народы Они самые талантливые Самые умные Я не говорю о том что Но я просто отвечаю На те вызовы Которые идут через средства Массовой информации Когда нам доказывают Что мы должны все погибнуть Мы должны все раствориться Как сейчас растворяется Германия В турецком пласте Как растворяется Франция В арабском пласте Как сейчас растворяется В индийском, арабском, негритянском пласте Этническом Британии Сейчас в Лондоне Увидеть белого человека Это уже проблематично Там только цветные сейчас поживают Мне сейчас приходят письма С Британии Говорят страшные вещи В класс заходишь Два белых мальчика, девочек А остальные все цветные А где остальные? Почему они к нам-то приехали? Почему они не живут у себя там? Почему их свою жизнь-то не устраивают? Я не против них Они нормальные Им надо помогать Да, им помогать надо Ну не помогать же такой ценой Ценой наших генов Растворения белой расы В цветном народе Им помочь надо Поднять их надо Дать им культуру То есть создав все условия Для их развития Для их эволюции Но не такой же ценой Ценой уничтожения белой расы Мне Вчера один человек приехал И он из Норвегии Из Норвегии Гость у меня Он там строился И говорит Я был поражен В Норвегии Полно негров Полно Китайцев Вьетнамцев Я спрашиваю Турок Арабов Я спрашиваю Норвежцы дорогие А что они здесь делают Вот эти Они же там живут Просто за счет вас Эти трудятся А эти торгуют Понимаете? Торгуют Как обычно Это наше правительство Оно Так сказать Эти люди приезжают Для обновления нашей крови Мне так объясняют Норвегцы Вчера этот парень Сидел со мной Разговаривал У меня волос дыбом Ну ты сейчас еще стоишь От такого Понимаете Либероидного напора Ну а теперь давайте Думать А что в России происходит В России то же самое происходит Последний Локус Последний Пласт Или будем так говорить Популяция белого человека Довольно Компактная Мощная Большая Сохранилась у нас Потомки Ариан Древних Ариан Близкие родственники Мы К тому же Германскому этносу Вот Который Сейчас на краю гибели Вот И То же самое происходит И с нами Наши границы открыты К нам едут Кто угодно Всем Им дают возможность Так сказать Устроиться Им дают возможность Здесь Так сказать Проявить себя Если Кавказец Насилует Русскую девочку Или девушку Это обходится Ему никак То есть Проблемы никакой Он уезжает на Кавказ И все проходит Он даже убивает Русского человека Какая разница Я не пытаюсь Заставить Чтобы люди Так сказать Обозлились на них Дело тут не в них Дело тут не в Кавказцах Тут дело Не в Китайцах Которые переселяются К нам сейчас В огромном количестве Это не в них дело Они просто Люди Как люди Они живут По своим традициям Они живут По тому Как работает Их природа Они свою природу Не насилуют Они живут Так как они живут Им нравится здесь жить Они приезжают сюда И говорят Ну мы приехали Мы волки А вы тут овцы Мы тут вами Сейчас Так сказать Жировать будем Они же напрямую Это говорят Я вот с ними встречаюсь Я просто Им пытаюсь объяснить Ребята Ну вы знаете Что эти вот Овцы Это в вашем понимании Русские овцы Потому что законы Либеральные законы Стоят на страже вас Но как только Эти законы Рухнут То эти овцы В волкодавов Превратятся И что с вами будет Голубчики вы мои Вы себя нормально ведите Будьте Нашими союзниками Друзьями будьте Помогайте нам здесь строить Работайте И мы вам поможем Мы ваши что Мы ваши хозяева Вы наши гости Вы приезжаете в гости И ведете себя хамски Так ведь Так все идет Вот армяне у нас здесь Поселились рядом Они себя нормально ведут Эти армяне Они труженики Работают К ним нет претензий К ним хорошо относятся Здесь вот Томске Армянская диаспора Люди как люди Нет проблем Они себя ведут По-человечески Все хорошо Так и вы себя Так же ведите Но вот когда Русские станут Волкодавами Вот тогда Будет серьезно А они это сделают И Теперь вернемся К нашему президенту Теперь вы понимаете С какой силой Он столкнулся И кто пытается Залезть к нам В Кремль Кто пытается Сожрать Наше правительство И те силы Которые пытаются Противостоять Либеральной идее Вот Если это случится То русские Никогда не станут Волкодавами И никогда Мы не избавимся От этой беды Нас постигнет Та же самая участь Что постигнет Сейчас в скором времени Германии Растворение И гибель Нашей расы А это что? Что это дальше? Что дальше-то будет? Дальше будет то Что вот эти силы Которые развернули Вот этот напор В течение Трехсот Тысяч лет Этот напор Идет И идет Он имеет Разные только формы Различные формы Вот Он когда-то уничтожил Не Вавилон Начну дальше Он когда-то уничтожил Шумерскую цивилизацию Потом Также Была заселена Семитами И погибла цивилизация Аккада Потом была заселена Семитами цивилизация И погибла Вавилонии Потом то же самое Получилось с Хананом С Египтом С Ираном Сейчас Иран Наполовину Семитский Кровь-то у иранцев Другая Сейчас иранцы Хотя и считают себя Ариями Но это далеко Уже не тот Чем не тот народ Там одни парсы Остались только Чистокровным народом Которых не отличишь От русского От германца Практически никак Это настоящие иранцы У них там Горская осталась В Индии Правда миллион парсов Еще сохранился Но это все На Востоке Нет больше Белой Рассы Она погибла Практически Так вот То же самое Ждет и нас А это значит Что Те силы Которые раскрутили Эту идею Сила Силы Неземного Происхождения Силы Совершенно Другие Вот Они добьются Своего Они добьются Своего И когда на земле Не останется Конкурентов Людей Генерирующих Идею То есть Работающих На идею Вот Ну Некоторые А японцы Создали Что японцы Создали Да они хорошие Что Они копировщики Да они копируют Здорово Китайцы То же самое А где идеи Они что Идея была Самолета Идея подводной лодки И идея Линкора Дредноута У японцев Была такая идея Или у китайцев А Один японский меч Создан Да и то Не самое лучшее оружие Все Ничего больше В мировом плане Это Я не хочу Их ругать Я просто хочу Я называю вещи Своими именами Пора бы это понять Заставь русского человека Торговать Он же умрет Не пойдет на базар Ему работать интересно Созидать что-то Тут же сидит Азиат Торгует Хоть бы что Он будет торговать Всю жизнь Ему наплевать Что он торгует Ему это даже интересно Разница есть в психологии Так вот Если это случится Произойдет Беда Гибель нашего народа Гибель России Гибель Германии Гибель Вот сейчас Письма получаю Из Ирландии В Ирландии Та же беда Ирландцы Бьют в колокола Ирландцы даже зовут Меня Чтобы я там к ним приехал И прочел там Несколько лекций Ну какие им лекции Могут Ну то же самое скажу им А что я больше могу сказать Что ребята Как-то бороться надо с этим Вот То есть Получается что Либералы Проникают в правительство Финансируются Мировым правительством Вот эти вот И уничтожают Генетически Белую расу То есть народ Вот именно Нордической расы Народ который может Созидать Который строит Который генерирует Идеи Созидатель Народ строящий цивилизацию Если цивилизация рухнет То вот Получится что Белая раса Как конкурент У аннунаков Что аннунаки Ее добьют Вот таким вот образом Используя генетические Эти самые Ну будем так говорить Генетическую программу Да Вот То Они завоюют планету Они просто Ее завоюют На самом деле То что они говорят Что мы создали Человеческие расы В качестве рабов Чтобы они на нас работали Так и будет Вся цветная вот эта группа Рас Она будет именно работать На вот этих тварей Космических Космических тварей Которые сейчас обитают На Луне И наблюдают за нами С Луны Особенно Их базы стоят На обратной стороне Луны Чтоб мы отсюда Их не наблюдали Вот Ну и которые обитают У нас в недрах планеты С которыми мы Очень часто встречаемся Вот то что НЛО летает Есть конечно НЛО и земного происхождения Но очень часто Их не Вот И Недра планеты нашей Там Такие простые Такие огромные Территории Освоены Этими Тварями Достаточно Вспомнить Наши мифы Русские мифы Не только русские Вспомним Мифы Германские Откуда Драконы Волазили Из пещер Из-под земли Вот они там В пещерах До сих пор Обитают Интересная деталь Вот Еще интересная Я хочу обратить Ваше внимание На На один Аспект Драконы Почему-то Похищали Русских Девушек И немецких Девушек И шапландских Девушек И французских Кельтских Девушек Мне кажется Это странно А за это Они платились То есть Вот эта Вот Сказка Она говорит О многом Эти твари Они очень похожи На людей Очень похожи И Владея Генной Мощной Генной Инженерии Они Многое Преуспели А теперь Поговорим О либералах Кто Стоит Во главе Проекта Либерального Проекта Кто стоит Вопрос Кто Да Вот Самый низ Самый низ Вот Невидимые Да Мы кто что невидим Это конечно инопланетная Идея Та же как Внедрение Финансов Та же как Создание Банковской Системы Та же как Создание Мирового Правительства Это все Их идеи Но Кто Воплощает В жизнь Воплощает В жизнь Вот как Сейчас Выясняется Воплощает В жизнь Люди С голубой Кровью Так называемые Хотя у них Конечно Кровь не голубая Это Еще один проект Был запущен Взяли Человека Белого Человека Уже Лемурийцы Здесь не участвовали Взяли Белого Человека И Добавили ему Генетику Рептилоиды И получили Так называемых Анунаков В образе Человека О чем Говорят Индийские Предания Что Наги Могут Мимикрировать Вот оно Мимикрирование Превращение Ящера В человека То есть Фактически Что Вся наша Современная Европейская Элита Она имеет Генетику Вот такую И Переднеазиатская Тоже Такую же Имеет Я не буду Рассказывать Как это все Случилось Потому что Я на одной лекции Это все хорошо Рассказал Я просто Кратко Хочу сказать Что Та же самая Картина Получилась Что с волком И с собакой Вот Собака Получила Ген Человека Но она Убегала К волку Очень часто Смешивалась С волком И волк Тоже Получил Ген Человека То же самое Получилось И С частью Еврейского Народа Не со всем Народом Еврейским Далеко не со всем Но с частью Причем с сефардами Евреями Переднеазиатскими Североафриканскими Потому что Когда Были созданы Эти вот Так называемые Люди Анунаки Были созданы То Они сначала Жили рядом Шумерской Цивилизацией Или в Шумере Шумер пал Шумера не стало Шумерская Закатилась Цивилизация Закатилась Аккадская Цивилизация Закатилась Цивилизация Халдеев И В это время В это время Из Халдеи Из Аккада Эти люди Перебрались К Богоизбанному Народу Богоизбанному Создали Именно они Создали Вместе С Жрецами ОМОН Это все Одна Одна Компания Это все Одно И очень Долго Они жили С евреями Бог О бок И даже В Библии Написано Что Сыны богов Сыны богов Сыны богов Видели Что Дочери Людей Красивы Они брали Их в жены И рожали Что Потомство Вот и все Все это Можно найти В Библии И поэтому Часи евреев Они невменяемые Не потому Что они плохие А потому Что так Они устроены Если Генетика Генетика Вот такая То что Что тут Сделаешь Взять тех же Хабадников Хабадник Это отборная часть Вот именно Из этого народа Взять тех же Хасидов Вот вам Пожалуйста То есть Часть Вот этих Вот Богоизбанных Имеют Эти гены Такие же Точно Как у Черной Европы То есть Я говорю У черной Элиты Европейской Черная Европейская Элита Это Это Все Дворянские Вернее Королевские Ролевские Роды Германцев Кельтов Испанцев Британцев Лорды Британские Все как один Все с этими Генами Взять Габсбургов Например Все такие Габсбургами Заменили Кого Гогенштаухен Заменили Потому что Фридрифтовой Гогенштаухен Он Не имел Генов В тебе Рептилоидных Он был Вполне Нормальным Человеком Он даже Войну Объявил Европейской Элите И тому же Папе Римскому В 13 Веке Весь Его род Был уничтожен Заменили Габсбургами Вот Вот Теперь Надо Понять Как Какая Сила Противостоит Нам Какая Мощь В лице Европейской Элиты В лице Финансовой Мировой Элиты Которая Полностью Собрана Из Богоизбранных В лице Хабада Который Поддерживает Их Имеет Вход На самые Высокие Полосты Власти Уровни Власти Вот И вот Сейчас Поединок Либо Россия Либо Они Все это Либералы Экстракласса Которые Работают В течение Тысячи Тысяч Лет Примерно Около Трехсот Тысяч Это если Верить Мифу Об Трахарсисе То получается Триста Тысяч Лет Живет На земле Либеральная Идея Либерально Демократическая Идея И которая Доводит Своё дело До конца Вот доведёт Или нет Это вопрос Если поддержим Сейчас Вы не подумайте Что я рекламу гоню Я не рекламу гоню Я просто понимаю Что происходит Если поддержим Своего президента И его окружения Тех Кто понимает Что происходит Вот тогда Мы может быть И выстоим Если не поддержим Нас ждёт Судьба Германии Другого пути нет И судьба Европы Спасибо за внимание Удивительное дело Если рассмотреть Современную Историю Вот Огромный пласт Накопленный Вот этих Исторических знаний То удивляет Один факт Факт Такого Содержания Письменные народы Письменные народы Вот Не сохранили Своей древнейшей Мифологии Удивительное дело Вот Смотрите Например Те же Ну Шумеров Есть несколько мифов Да Есть несколько мифов Сохранились Есть Но Целость Вот мифологии Нет Вот Но Интересная деталь Еврейская Цивилизация Единственная Которая Сохранила Письменные источники Своем прошлом Это Библия Или Тора Где она была написана Она была написана В той же Вавилонии Якобы Халдейскими Жрецами Ну Скорее всего Халдейские жрецы Являлись просто Консультантами И описали Тору Или Библию Жрецы Очевидно Другие Скорее всего Жрецы ОМОНа Которые Всегда Еврейский Этнос Контролировали Вот это Единственное Что у нас есть Все остальное Камула в лету Непонятно где Нам говорят Вот Дескать Есть мифология Шумеров Есть мифология Аккада Есть Есть там Мифология Страны Ханаан Но это Одни разговоры Одни сказки На самом деле Мифов-то нет Ведь мифов-то Должно быть много Должно быть тысячи Сотни тысяч Мифов Которые Должны были Сохраниться Где они Вот На примере Библиотеки Ашура Бунипала Ясно Что Какая-то сила Не дает Не дает Познакомиться Современное То есть Современное Человечество Оно Фактически Незнакомо Вот какая-то сила Не дает Вот эти вот Знания Дать Современному Человечеству Знания Мифологии Ясно что Мифология Должна быть В библиотеке Ашура Бунипала Но мы о ней Мало что знаем Но интересная деталь Сохранилась Мифология И довольно подробная Хорошая У народов Которые Не имеют Письменности Взять Финские народы Взять Например Север Саамская Мифология Она вся цела Ее можно Найти Ее можно Почитать Хотя Две трети Вот того Что знают Саамы Хранят В своей памяти Еще не опубликовано Нигде Мы этого не знаем Но что-то Что-то Уже Есть В печати Мифология Карелов Ну Всем известный Эпос Калевала Например Да Древнейший Эпос Там Упоминаются Времена Когда Строится Планета Строится Солнце Когда Похюла Страна Мрака На севере Существует Значит Что Страна Вот эта Северная Она Влияет Как-то На Людей Кали Валы И Похлой Управляет Лоухи Колдунья Вот Которые умеют Летать Кстати Это Это Упоминание О Древней Ариане О погибшей Цивилизации Вот Миф Эпос Который Говорит О таких Глубинах Но в то же время Египетская Мифология Об этом Молчит Потому что Ее просто нет Та же как И шумерская Шумерская Мифология Об этом Почти ничего Не говорит Понимаете Интересные Вещи Взять например Мифологию Угров Обских Хантов Манси Там Напрямую Упоминается Время Северной Цивилизации У исхода Оттуда Севера С островов И далекой Северной Прародины Неких Менков Гигантов Великанов Которые строят Приполярном Урале Свои города Менковы Противостоят Людям Люди с ними Там Враждует Упоминания Есть Амир Сунехуми Сыне Солнца Который Пришел Откуда-то С юга И принес Цивилизацию Но это Упоминания Более Поздние Самые Древние Мифы Они относятся К северу Так это Все Есть Взять Например Дальше Посмотрим На восток Упоминания Те же Самые Есть О севере О прародине Северной У хантов Хантейские Мифы Народные мифы Хантов Они об этом Говорят Например Мифология Рода Ворона Там вообще Интересные вещи Описаны Что полгода Род ворона Спал В снегах Полгода Он Занимался Рыбалкой И охотой И оленеводством То есть Это Описано Далекое Заполярье Оттуда Род ворона Пришел Очень много Там Вокруг Вот этого Стержня Вьется Различных Мифов Которые Можно написать Которые Можно собрать Но которыми Никто Всерьез Не занят Этнографы Кое-что Пишут Кое-что Сохраняют Вот например Как вот В этой книге Галина Ивановна Пеллер В 1972 году Написала Часть Немножко Мифов Селькупов Но Эта книга Всего 300 Экземпляров Была издана В Томском Университете И никто Не знает Никто Мировая наука Историческая Не знает Что здесь Что вот В этой таблице Например Странные вещи Нарыбские Эти самые Орнаменты Точно совпадают С орнаментами Шумеров Как это могло быть Нет объяснения Нет теории Нет ничего То есть Вот есть факт И все И вот такие факты Сохраняются Я хочу что сказать Что Интересная деталь Вот Народы Которые имели Письменность Они не сохранили Ничего О древней погибшей Допотопной цивилизации Вот есть какие-то Отдельные мифы Ну там Вот я о гиптеанах Сейчас сказал Ну там что у Египта А ведь Ну там Два-три мифа Мы знаем Вот миф например О потерпевшем кораблекрушении Миф о Сенухе Этиме Нам известен Более-менее Еще несколько мифов Там есть О происхождении Шэм-Сугор Народа с севера Который пришел Создал цивилизацию Есть такие мифы Но это Очень немного Очень немного Вот как-то У египтян Шэм-Сугор Упомянутый Но больше Больше Ничего Больше ничего нет А ведь Если разобраться с Египтом Там получается Такая вещь Ведь папирусы Их легко определить Их возраст И папирусов было В Египте Найдено Тысячи и тысячи В древних склепах В храмах Разрушенных В хранилищах Один Наполеон Вез из Египта Два корабля Нагруженные Папирусами Ведь это Куда-то Делось Ушло Какие-то Ну Схроны Масонские Где-то Это Ведь Лежит Кто-то Это читает Но почему Не народ Почему Не люди Это знают Вот простые люди Вот наши люди А кто-то Значит Либо масоны Либо иллюминаты Вот этим знанием Древним пользуются В чем дело Почему так Почему Вот такие вот стандарты Кому-то знание Можно Доверить А кому-то нельзя Вот вопрос Вопрос серьезный И самое главное Почему Так произошло Что письменные народы Потеряли В свою Древнюю мифологию А народы Которые Не обладали Письменностью Эту мифологию Сохранили Хотя Никто Этой мифологией Всерьез не занят Ну вот например Взять австралийцев Мифологией Австралийцев Занимался Ученик Гурджиев Успенский Он прямо там Написал Что Легенды Предания Австралийцев Рассказывают О временах Когда они На звезды Ходили Их предки Когда они Города имели Огромные Не жили Родами Племенами Но только Успенский Это написал А кто Больше ведь Нет Исследователей Почему так Значит Вывод какой Я уже На это не буду Обращать внимание Если тут Собрать Такая же Мифология У поленезийцев У малонезийцев У американских Индейцев Все это Можно собрать Но никто Всерьез не занят А вот Письменные Народы Имеющие письменность Мифологию Свою утратили Значит Вывод какой На выводе остановимся Вывод простой Значит Кому-то было Интересно Кто-то был Заинтересован В том Чтобы Все народы Передней Азии И Египта Вот Египетская цивилизация И Медийская И Иранская Великая цивилизация То что написано В Зент-Авесте Это не мифология Это часть мифологии Часть мифологии Основная мифология Была уничтожена Зарастрийцами Кому-то Это тоже Понадобилось То есть Кто-то Заинтересован В уничтожении Мифологии И Именно Было Проще Это сделать Через письменные Источники Берешь письменный Источник Посмотрел Не понравилось Можно Расколотить Разбить Распылить Если он На клинописном Каком-то Материале Если это Папирус Можно просто В печку бросить Или он в костер И все И нет ничего Либо собрать Увести И спрятать Куда Вопрос Куда Куда Все утекло Куда ушли Ну Сейчас Например Можно найти Как-то Может быть Спецслужбы Займутся Так они Наверное Найдут Пути Куда Утекла Библиотека Погибшей Ниневии Она Не в Ватикане Но Кто-то Ее контролирует И мы Не знаем Что там Написано А все остальное В Ватикане Все остальное В Ватикане То есть Огромный список Литературы Да Все собралось Там Именно В Ватикане В чем дело Почему Курья папская И даже еще До папской Курьи Вот Те кто Создавал Христианство Вот Истоки Самые истоки Этого христианства Вот туда надо Обратиться Почему эти люди Мы их не знаем Мы их считаем Там апостолами Учениками Христа Но Так ли это было До сих пор Непонятно Ну тот же Допустим Апостол Павел Например Или Петр Почему Они так Заинтересовались Вот Знаниями Древней Погибшей Цивилизации И тогда Уже была дана Команда Тогда была Дана команда Чтобы Все Все Вот эти Вот Источники Письменные По древней цивилизации По мифологии Особенно Все туда стекло И все В одно место Угодило И подземное Хранилище Ватикана Ну И почему Я так Убежденно Говорю Что это Был проект И проект Такой Долгосрочный Он Этот проект Начал осуществляться Задолго До возникновения Христианства То есть Шла подготовка Такая подготовка Ну например Вспоминаем Визит Цезаря С двумя легионами В Египет Во время Правления Царицы Клеопатры Что там делал Цезарь В Египте Зачем он туда Пришел Вот мы Можем так сказать Посмотреть Историю Этого похода Ну якобы В погоне За Людьми И за самим Великим Помпеем Да Но ведь Помпей был убит Египтянами Что там Зачем там Цезарь остался В Египте Что ему там делать Он остался там На какое то время Почти На два года Сейчас выясняется Он был в Египте За это время Сгорела библиотека Александрийская Заодно сгорели Корабли Египетские корабли Которые стояли В Гауне Я понимаю Но библиотека Допустим Это же очень удобно Ограбить А потом сделать пожар Концы Когаются в воду Ну зачем жили корабли Египетские корабли В чем дело Зачем Ясно одно Что какие то корабли Очевидно со свитками С книгами определенными Ушли В Рим Это организовал Все Цезарь Вот А чтобы не было погони Египетской эскадры Просто сожли корабли На рейде Вот и все Все просто Куда делась Библиотека Карфагена Ее же вывезли Куда делась После завоевания Римом Греции Библиотека Афин Ее вывезли Она же исчезла Библиотека Тартеса Цивилизации Которая находилась В Испании Легендарная цивилизация Она сначала попала В Карфаген Потом из Карфагена Попала в Рим И концы в воду Нет этой библиотеки Взять библиотеки кельтов После завоевания Цезарем Кельтской Этой территории Кельтов Вот именно Современная Франция Там масса городов Кельты были Народным письменным Они знали Письменность Да Вот Туда же исчезли Книги оттуда Из городов кельтских Они ушли в Рим А из Рима в Ватикан В будущее Еще Ватикана не было Но уже Уже началось Вот это строительство Да Вот Будущего мирового порядка Нового мирового порядка Какая-то сила Этим занималась Вопрос Кто эти люди Какая сила Вот этот вопрос Надо нам сейчас И разобрать И тогда мы поймем Происходящее в России И вообще во всем мире Вопрос Казалось бы Касается мифологии Да И именно той мифологии Которая Задевает Рассказывает О древней погибшей цивилизации И причем Допотопной цивилизации Вот Но здесь еще Какая интересная деталь Не справились Эти силы с Индией Вот тут У них не получилось Индийская цивилизация Смогла себя Отстоять Но попытка Была Попытка была Не спроста Вот нам например Говорят Что Александр Македонский Победил Великого Индийского Раджу Пора Вот И собственно Индия была Македонского Так сказать Под ногами Он мог по ней пройти Он мог ее сокрушить Это Красивая ложь Опять ложь Придуманная Теми Кто придумал Нашу всю историю Потому что наша история Это как раз Новая мифология И надо Это понимать Дело в том Что Если посмотреть Индийские источники И даже Источники Европейские Когда Александр Македонский Вошел в Индию Он потерпел Фактически Пор 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 Не выиграл битву Один Раджа Не мог выиграть Сражение Со всей Вот этой Огромной армией Александра Македонского Потому что Македонский Привлек На свою сторону Персидскую державу У Македонского Были слоны Мощнейшая Заново Обученная Фаланга Не только Македонская Но уже и Персидская Противостояла Индийцам Но индийцы Уничтожили Столько войск Македонского Это была победа Первая И дальше Идти Александр Не смог Вопрос Зачем Александру Надо было Завоевывать Индию Иран И Индию Вот эти вот Гигантские Две державы Особенно Индию Вот здесь Здесь Получился Облом Индийцы Устояли И у них Сохранились Древние Тексты Мифологии Это единственный Прокол Который был Сделан Теми Кто уничтожал Мифологию На протяжении Тысяч И тысяч Лет Это Пураны Это Махабхарата Рамаяна Это Тантрические Тексты Все они написаны На санскрите Огромная Литература Которой Сейчас еще Никто не занимается Всерьез Потому что Даже Пураны Не переведены На английский Язык Нет Ничего Даже как Тантрические Тексты На английский Язык До сих пор Не переведены Это диалог Шивы Со своей Супругой Там Упоминается Все Наверное Вы это знаете И я не хочу На этом Останавливаться Там не только Отношения Между мужчиной И женщиной Там Отношение Идет Между богами И между Человеком Там очень Серьезные Вещи Описаны Вот И упоминание О цивилизации Нагов О борьбе Богов И Асуров О древней Какой-то Странной Войне Которая Прогремела На всей планете Вот Там Это Сохранилось Это единственное Что мы Имеем Наследие Севера А сами Индийцы Считают Что они Северный народ Пришли Из России Что мы Русские Являемся Ихними Родственниками А они Частью Нашего Народа И вот Эта Литература Уцелела В Индии